Здравствуйте, с вами Микаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе строительства объектов закрытого акционерного общества струнные технологии, но основное внимание, что естественно, будет уделено подготовке главному событию лета – Экофесту 2019. Этот ежегодный праздник уже стал своеобразным отчетом компании-разработчика струнного транспорта Юницкого перед инвесторами. А теперь обо всем этом подробнее. В инновационном центре SkyWay в городе Шарджа после набора проектной прочности бетона производятся работы по демонтажу опалубки плиты покрытия на обеих анкерных опорах первой линии. По их окончании будет осуществлен геодезический контроль, приемка и освидетельствование и ответственных конструкций. Строительство обоих производственных помещений компании-разработчика технологии SkyWay в свободной экономической зоне Минск продвигается в плановом ритме. В Эко-технопарке SkyWay выполнено армирование плиты покрытия анкерной опоры второй ферменной путевой структуры. В настоящий момент проходит комиссионная приемка работ и подготовка к бетонированию. Завершено благоустройство территории в рамках подготовки к Экофесту 2019. Обустроена асфальтовая дорога, выложены плиткой пешеходные дорожки и завершено озеленение территории. Вообще работа в Эко-технопарке SkyWay не замирает ни на минуту. За год минувший из прошлого Экофеста сделано очень многое. Достаточно вспомнить ввод в эксплуатацию нового сверхлегкого подвесного автоматического пассажирского транспортного модуля системы рельсо-струнного транспорта Univind U4-651 и строительство второй трассы жесткой путевой структуры или ферменного типа. Новая дорога, как и ферменная рельсо-струнная эстакада, уже функционирующая в Эко-технопарке, разработана как для навесных, так и для подвесных пассажирских и грузовых транспортных средств, на которые отрабатываются проектные, конструкторские и технологические решения, необходимые для реализации проектов SkyWay в странах с жарким климатом, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах. Гости Экофеста смогут увидеть три новых машины. Об одной из них расскажем поподробнее. Наконец свершилось то, чего мы все так долго ждали. Мул высокоскоростного юнибуса прибыл в Эко-технопарк SkyWay для испытаний. Это транспортное средство создано для лечения так называемых детских болезней, характерных для любого технического новшества. Оно полностью повторяет внешний вид и те узлы юнибуса, которые подвергнутся испытаниям. И в конструкции мула к ним обеспечен удобный доступ для определения необходимых программных или технических доработок. Это должно снабдить разработчиков информацией о времени и периодичности возникновения проблем для их устранения, а также позволит разработать регламент планового технического обслуживания. После этого можно будет начинать серийное производство нового типа подвижного состава SkyWay. Мы давно готовились к этому событию и неоднократно рассказывали вам о нем. Почти год назад высокоскоростной юнибус, уникальное как по красоте, так и характеристикам транспортное средство, способное достигать фантастической скорости 500 км в час, был продемонстрирован в Берлине на крупнейшем мировом транспортном Биеннале и на Транс-2018. А сейчас, как вы видите, он уже близок к серийному производству. Как показали тесты, проводившиеся на испытательном полигоне в Мариной Горке на протяжении двух лет, даже идеально ровный, беззазорный сварной шов вызывает небольшое постукивание колес. Причиной чего является локальное изменение твердости стали. Для городского транспорта, осуществляющего движение на скоростях до 150 км в час, это может быть приемлемо. Однако, для высокоскоростного транспорта существующая конфигурация рельсов может оказаться недостаточной. В этой связи в целях совершенствования высокоскоростной путевой структуры была произведена модернизация дорожки качения. Разработанные проектной организацией SkyWay под руководством ее генерального конструктора Анатолия Юницкого решения обеспечили возможность устранить поперечные сварные швы практически по всей длине тестового участка высокоскоростного комплекса. Абсолютно уникальная технология должна не просто подтвердить ожидаемые характеристики плавности хода и уровня шума высокоскоростного транспорта SkyWay, напомню, до 500 км в час, но и сделать ощущения пассажиров при движении на подобных скоростях исключительно комфортными. Буквально на днях начинаются эксплуатационные испытания. Но уже сегодня Юнибус может похвастаться уникальной ходовой частью при малом динамическом ходе, сочетающую плавность передвижения с высокой скоростью. Но для подтверждения заложенных проектом высочайших характеристик необходимо провести еще и стендовые испытания, которые также планируются начать в этом месяце. Гости Экофеста 2019 смогут стать свидетелями испытаний Мула и увидеть полноценный Юнибус. Именно тот, который произвел фурор на выставке в Берлине. Кто не сможет прибыть на данное, не сомневаюсь, вы уже поняли это уникальное мероприятие, не расстраивайтесь. Следите за нашими новостями. На официальном сайте и в социальных сетях нашей компании будут ссылки на прямую трансляцию. Таков наш традиционный уже краткий отчет о прогрессе в развитии технологии SkyWay за прошедшую неделю. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на наших официальных сайтах, поддерживайте наш проект, ведь все равно ничего более интересного в мире не происходит. Строй SkyWay, спасай планету!